Слушайте Радио Теос Теос.фм Бог в помощь Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьёшься Но тогда скажите, как достичь его Наши эксперты знают Передача «Формула семьи» на Радио Теос Всем привет! С вами «Формула семьи» на Радио Теос 14.00 по Москве 15 сентября 2016 года В студии у нас Сергей Толоконников и Эльвира Чапенко Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Эля! И здравствуйте все те, кто нас слушает У нас есть несколько отзывов оффлайновых В Вайбере вот одна девушка, в частности, написала Спасибо большое за передачи Часто их слушание всегда получается в прямом эфире Однако полезные темы, хорошее рассуждение Ну что ж, радостно, что так Спасибо Сегодня у нас будет очередная полезная тема Как обычно Кризисы семейных отношений Начинаем цикл передач на тему кризисов в семье Да А я неправильно услышал несколько сообщений Ну вот Аллу я прочитала, остальные давайте чуть попозже Хорошо Друзья, вот у нас будет целый цикл Про кризисы и конфликты Кажется, тема достаточно такая непростая И вот сразу же вам вопрос Вы можете вспомнить кризис в вашей семье? Можете вспомнить время, которое вы бы оценивали именно так И как вы пробрались, проскочили через вот этот вот период временной Когда вам казалось, что, ну, наверное, плохо все Вот что вы делали? Как вы описываете состояние? Поделитесь, пожалуйста Может быть, ваш рецепт окажется совершенно таким вот, ну, жизненно важным Для тех, кто сейчас нас слушает И, как выясняется, нас даже слушают не только в прямом эфире Что приятно, значит Значит, что-то такое вот мы делаем Что нас еще и за кадром слушают, залезают в архив Это очень просто сделать Вы просто, ну, откройте сайт Радио Теос И увидите, что действительно очень все несложно Вот этот вопрос я адресую с просьбой Ко всем, кто нас слушает Пожалуйста, проявите вот, ну, 3-4 минуты вашего времени Уделите нам Напишите Напишите, это будет достаточно анонимно Знаете, как бы, если речь идет о каком-то Васе Все равно никто не знает, что за Вася И речь идет о каком-то там, о какой-нибудь Марии То все равно никто не знает, какая Мария и откуда она Но вы можете описать ситуацию, с которой сталкивается сейчас человек Мужчина, женщина Может быть, помоложе, а может быть, постарше Мы тут выясняли, значит, сидя за столом, за чаем Все-таки кто из нас, кто Выяснилось, что часть населения Московской студии Это все-таки динозавры Вот В том числе я Я выбрал позицию птеродактиля Поэтому можете так вот меня оценивать Что вам удалось приобрести в результате этого кризиса Что стало, может быть, вашим приобретением, вашей находкой, вашим богатством Почему я так говорю? Вот большинство из нас все-таки при слове кризис Наверное, не испытывают особых радостных эмоций Эля, вот к вам вопрос Никаких радостных эмоций Вообще никаких, правда? Потому что Почему? А потому что почему? Потому что это стресс, это нервы Это некомфортная ситуация Точно Это нервы, это стресс, это напряжение Но, знаете как, если вы обратите внимание на то, что происходит в жизни То вы увидите, что все достаточно хорошее Все, что вы цените Все, что вы хотели бы иметь Вы получаете за счет напряжения Вы получаете за счет каких-то усилий Либо с вашей стороны Причем чаще всего это именно так Гораздо чаще Либо со стороны кого-то Другого Но никак Вот бесплатно Не раскладывается это Бесплатный сыр только Сами знаете где Да, 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 в том месте Где отщелкнут носик Да, если только носик Да Если не голову В общем, да В восточной культуре, например, в японской Кризис обозначается двумя иероглифами Вот само понятие кризиса Знаете, какими Один иероглиф означает Опасность А второй иероглиф означает Возможность Вот эти два иероглифа И обозначают то, что мы с вами называем кризисами То есть опасная возможность? Да Потому что все зависит от того Как ты развернешься в этой ситуации Она опасна тем, что ты можешь многое потерять Она опасна тем, что ты, не справившись с чем-то Или с самим собой Или с какими-то вопросами Ты можешь, в конце концов, подвергнуться разрушению Но, с другой стороны, это возможность Это возможность как раз-таки что-то приобрести Что-то получить Как-то обогатиться Обогатить свой опыт Обогатить Я не знаю Своё представление о самом себе О том, что оказывается А могу-то я больше Чем мне казалось Вот это Это так Это так Поэтому Кризис как таковой Даже тот, который есть у нас с вами сейчас Он Он несёт и опасность И возможность А что вы понимаете под кризисом в целом? То есть и разные же события происходят в семье Что значит кризис в семейных отношениях? По-конценту Вот Спасибо Я сейчас начну разворачиваться Потому что птеродактили, они очень Существа большие Поэтому им нужно какое-то время У них угол разворота достаточно большой Всё просто Мы рассматриваем семью Как Вот я рассматриваю семью Как живой организм Но вообще В психологии Есть представление семьи Как системы Системы Потому что Она действительно Лучше всего Представляется Когда мы действительно Начинаем её с этой позиции С этого угла Рассматривать Наблюдать Потому что Система Подразумевает Соединённость Интеграцию Нескольких элементов И что интересно Важно Понимать Что основными элементами Самыми главными Не единственными Но самыми главными В семейной системе Являются Муж и женщина Муж и жена Дети Это важная часть Но Дети Рассматриваются Как важная часть Но Тем не менее Всё-таки Семья Это Прежде всего Муж и жена А я рассматриваю Семью Как живую систему Потому что Она развивается Очень похоже Как живой организм Рывками Вот Как растёт цветок Вы Наблюдали Что в какой-то момент Растение Которое у вас Находится дома Но вдруг Бум И стало таким Буквально за одну ночь Да Так быстро Что ты Ты не понимаешь О Как будто я неделю Не наблюдал А вот Совсем уже Другой размер У меня ребёнок Мой Вырос Совершенно Просто У него были Два рывка Один в 10 сантиметров Другой в 7 Всё это Просто происходило За очень короткое время Ты смотришь Это уже совершенно Другой человек 17 сантиметров За 8 месяцев Это же Просто что-то Это прилично Да Я бы даже сказал Неприлично Да уж И вот Семья Она похожа На систему Которая Живёт Развивается И это Кризис Друзья Рост Это тоже Кризис Когда мы Я расскажу И мы с вами Обсудим 6 кризисов Которые есть И можно Рассматривать В семье Вообще Семья Как система Может испытывать Разные Кризисы Но Это Это то С чем Точно Придётся Иметь Дело Это То Чего Нельзя Игнорировать Прятать голову Под мышку Или в песок Или в асфальт Это самое глупое Надо постараться По-разному Есть мультик Такой Когда Страус Всё прячет Голову По привычке И тут Оказывается На асфальтовой Дорожке И вот С размаху Бьётся Об этот асфальт Поэтому Друзья Не пытайтесь Даже Обойти Эти вещи Не пытайтесь Лучшее Что вы можете Сделать Приготовиться Хотя бы Немножечко Подумав Об этом Вы Когда Войдёте В кризис Вы почувствуете Вот эту Турбулентность Которая Вас Калашматит Просто Вы не понимаете Что с вами происходит Вас качает Из стороны В сторону Вы попадаете В воздушные ямы Это метафора Птеродактиля Но Если вы Хоть немножечко По этому поводу Дали себе Труд Озадачили себя То вы Точно Имеете Больше шансов Пройти Позитивно Эту ситуацию И выйти Победителями И стать Теми Кто Кто Окрепнет Благодаря Вот этому Сложному Очень Процессу Вот Шесть Таких Нормативных Кризисов Которые Мы с вами Разберём Сейчас И Приступим Буквально После Паузы Сердцу Не прикажешь Так народ Говорит Глупостью Он говорит Ваш народ Сердце Такой же Орган Как и иные И подвластен Приказу Слышим В эфире Что в ваших Кризис В ваших Семьях Не было Кризисов Тоже Очень интересно Услышать Почему Вы так Считаете Может рано Еще Может уже Поздно Последний Особенно Интересный Также Пишите То есть Один раз Вы Напишите И Все Нет Ну От нас Не будет Никакого Ответа Так что Все нормально Мы не будем Вас Спамить Есть еще Мобильное Приложение Радио Теос В App Store В Google Play Доступно Оттуда Можно слушать Наш прямой эфир И так же Писать Сообщения Ну что Поехали Пишет нам Артем Из Эстонии Добрый день Спасибо за передачу У меня вопрос Какие предупреждающие Меры нужно принять Для неженатых Чтобы эффективно И менее травматично Проходить через кризисы Что изменить в себе Или на что В девушке Нужно обратить Внимание Спасибо Автор Артем Да На что Девушке Нужно обратить В девушке А в девушке В девушке Прежде всего Я бы наверное Ответил так Во-первых Спасибо за сообщение И за вопрос Но во-вторых Я бы наверное Предложил Артему На себя Обратить внимание Потому что Это гораздо Более важная штука На то Как проходите кризисы Здесь нужно Самого себя понимать Нужно понимать Ваши границы Собственные Не пытаться Стать Бэтменом Если вы Человек-паук В этом смысле Получится Сравнение Конечно Да Ну Марвеловские Персонажи Это то Что Как мы выяснили Другого поколения Поэтому Кажется Наверное Этот человек Гораздо лучше Понимает О чем Мы говорим Да Наверное Все понимают Разницу Вот Это нужно Понять В самом себе Чтобы не оказаться То есть Не пытаться Плавать Если вы Не умеете Находиться Под водой Это я метафоры Даю Но вы Познакомьтесь С собой Какой вы Быстрый Или медленный Какой вы Властный Или общительный Какой вы Какой вы Тип Потому что Это Ваша заданность С которой Вам Нужно Будет Жить И Вы По-разному Будете Проходить Кризисы Вы От разных Вещей Будете Испытывать Скажем Такую Отрицательную Эмоцию Или положительную А в девушке Ну я бы сказал На что я бы Обратил Внимание В девушке На то Что Девушка Вообще Способна Думать Не только О себе Потому что Если Это Не так То Очень Сложно Выстроив Систему С таким Человеком Это касается Кого угодно Это касается Молодого Человека Или девушки Если человек Зациклен Если он Сильно Заражен Нарциссизмом То будет Сложно Потому что Вы окажетесь В одной Лодке Турбулентность Накроет Обоих А Выгребать Будет Кто-то Один А другой Будет Турбулентность Увеличивать Очень сложно В этой ситуации Вот так Двигаться Взаимопонимание Есть Или Его Нет Вот на это Обратить Внимание Ну что У нас есть Звонок Здравствуйте Слушаем Вас Здравствуйте Меня зовут Владимир Да Слушаем Вас Я бы хотел Про свою семью Кризис Своей семьи У меня был Один Единственный Кризис Какой Вот я Приготовил Для себя А А кот Сожрал Понимаете Да Владимир Я подозревал Что кризис Связан с котом Я просто Не знал Что кот Настолько Вероломен Что ест То что Должен был бы Есть Хозяин Он же вообще Не думает Даже о себе Надо Накрывать Все время Понимаете Я хочу Дать совет Чтобы Накрывать Крышкой Вот и все Да Иногда Даже Кота Просто Сажать В сосреднюю Кастрюлю И тоже Накрывать Крышкой Куклачев Именно это И делает Мне кажется У него Есть номер Где Как раз Одна Из Кошек У него Все время Залезает В кастрюлю Сергей Я не могу Владимир Сделал Мой день Просто Этой фразой Что единственный Кризис Это то Что кот Сожрал Владимир Вы счастливый Человек Да Может быть У кого-то Из слушающих Нас Есть Чуть Больше Проблем Или Они просто Другие Может быть Проблема Владимира Вам не очень Близка Или не очень Понятно Я говорю Все таки Не о системе В которую Включены Животные Или Растения Я говорю Для меня Это все таки Знаете Как Может быть Владимир Вы считаете Вашего питомца Членом семьи Да Но я все таки Говорю о другом Это Немножко Другое Иногда Действительно Наши животные Становятся Такими Близкими И нам кажется Что мы Хорошо понимаем Но это Мы так думаем Что мы их понимаем Это не всегда так Иногда они понимают Нас Мы их Но иногда Это в общем Мы так Предпочитаем считать Ой Вы задели С больной Меня сейчас Потому что Неделю назад Я возила своего Кота к ветеринару И просто Ты понимаешь В эту минуту Что это же кот Кот Но 8 лет Он с тобой Вот рядом Живет Бок о бок И ты его любишь Как Я не знаю Как кого-то родного Как младшего брата Или младшую сестренку Ну в этом случае Брата Тяжело Расставаться Тяжело Это правда тяжело Я почти не знаю Людей Которые Вот содержали Животное Довольно долго Там Больше 5 лет И для кого Расставание Было легким Ну вот Я не знаю Таких Может быть Кому-то Это Понятно Что кому-то проще Кому-то Сложней Но все равно Сложно Но я все равно Не про это Я про то Что есть Люди Люди Они все-таки Ближе друг к другу Чем Коты Хотя многие Сейчас может быть Вот Владимир готов Наверное поспорить Давайте не будем Владимир Даже не звоните По этому поводу Сразу так Сразу так Я не буду спорить На тему Кто ближе Это мой тезис Который Я не собираюсь Даже отставить Это аксиома Нашего Вот оставшегося Получаса И с ней Мы будем Продолжать движение Иначе мы никуда Не выползем Что такое Семейный кризис Еще раз Я никак не доберусь До ситуации Описания Но Наверное Все-таки Я прочту вам Сейчас из одного Такого Источника Учебника Описание Семейного кризиса Что такое Семейный кризис Это состояние Семейные системы Когда мы рассматриваем Семью Как системы Характеризующиеся Нарушением Гомеостатических Процессов Гомеостатические Процессы Имеется ввиду Это способность Восстанавливаться И вот Это очень Важная Составляющая Это показатель Семьи Приводящийся К фрустации Привычных Способов Функционирования Семьи Так давайте Спокойным Русским Простым Языком Для всех Способность Восстанавливаться Осуществляется За счет Каких-то Способов Когда Способы Которым Ты Ну вы Поссорились И Помирились Как Как Ну по-разному Бывает Ну например Кто-то Понял Что виноват Подошел Извинился Поговорили Кто-то Мирится С помощью Выливания Агрессии Побил тарелки Все в доме Выкинул телевизор Из окна Успокоился Итальянский вариант А почему нет У меня есть знакомая Семья Там из окна Постоянно Плазма летает Это можно стоять Под окном И ловить Дайте адрес С сеточкой Туда Под гребем Обязательно Вот Но вопрос Вот в чем Вот способ Да Побил тарелки И помирился А тут Человек Побил тарелки Выкинул Плазму Расколошматил Холодильник А помириться Не может А помириться Не получается Он делает Даже второй раз Это Добивая Вообще Остатки мебели А ничего Не происходит Вот это И есть Фрустрация Способов Привычных То есть Этим способом Ничего Не восстановилось Это означает Что Наступил кризис Нужно искать Новый способ Что что-то Не так В семье Что что-то Не так И так Понятно А вот Как Добраться До того Способа Который Позволит Добиться Нормального Состояния Который Восстановит Нас И даст Семье Развитие Развитие Семьи Это второй Показатель Важный Для Семьи Как для Системы Вот об этом Мы и говорим Первый кризис Теперь давайте В описании Первый кризис На самом деле Он наступает Сразу После того Когда Двое Начинают Жить Как я сейчас Широко Улыбаюсь Видит Сергей Потому что Я прекрасно Понимаю Особенно Если до этого Момента Не он Не она Не жили Не с родителями А вот С друзьями Или снимали Или отдельно То есть Более того Даже если Жили с друзьями Даже если Что-то снимали Ходили в походы Но момент Когда Двое Начинают Жить Общей Жизнью Когда Вот этот Сам момент Создания Системы Это кризисный Момент Потому что Оба Как система Они еще Не существовали А вот с этого Момента Начинают И казалось бы После Медового Месяца Вообще Вот-вот-вот Кольца Свадьба Обсыпали Их зерном Рисом Чем Пшеном Чего под руку Попалось Тем Короче говоря И обваляли В муке Вот Но Наступает Вроде бы Только Вот самый Радостный момент А тут Здравствуй Новая жизнь Тут Все так Непросто Что Непонятно Вообще Как действовать И они Начинают Искать Искать Подходы И Обнаруживают Что они Оказывается Есть Там куча Недопониманий Куча обид Куча всего Что колет И люди Думают А вообще Вот это Вот сейчас Что происходит У меня так Было Я не ожидал Я просто думал Что наверное Я сильно ошибся В человеке Нет Я не сильно ошибся В человеке Я просто Оказался С этим человеком Очень близко И И этот человек Оказался со мной Очень близко И ожидания И действия Они сильно Разнились То чего Ожидал я Вот это было Не так То чего Ожидал супруга То же самое было Скажите ведь Что действительно Ну невозможно До свадьбы Какое бы ни было Супер классное Консультирование Невозможно Вот это вот все Избежать Невозможно Невозможно Узнать человека Настолько Что ты будешь Готов ко всем Его Конечно Конечно Что делает Консультирование Это такая Большей степени Теоретическая Но хорошее Консультирование Подразумевает Некоторые Практические Действия Потому оно И нужно Но это все равно Что вас Тренируют Плавать Но в бассейн Воды не наливают Ну вот Как это Можно Пока вы не окажетесь В воде Вы не поймете Вы теоретически Все знаете Вы делаете движение Но когда вы Начнете Погружаться в воду Тут станет понятно Вы умеете Плавать Или нет Вот прям на эту тему У нас есть сообщение От нашего Постоянного слушателя Ильи Он пишет Да здравствуйте Илья Да здравствуйте Добрый день Эльвира и Сергей С удовольствием вас слушаю Слышал такое мнение Что кризисом В семейных отношениях Часто называют Грубо говоря То время Когда у семейной пары Слетают розовые очки Как вы к этому относитесь И дальше следом Не успел дописать Как Сергей Почти об этом и говорит Да Вот про розовые очки Как вы к этому относитесь А как вот Илья Мне кажется Уже ответил В точку попал Конечно Конечно Это первый кризис Первый кризис Потому что Один и другой Начали жить Как система Они начали существовать Семья стартанула И тут Оп Это кажется Что все просто Это же Вы представьте Как два космонавта Находятся на орбите По нескольку месяцев Кажется Что все нормально А сколько у них Там все происходит Мы же с вами Не знаем Что они друг к другу Порой говорят Как они действуют Любая вилка Кинутая в сторону Второго космонавта Плавно Плавно Так что можно будет Увернуть Ага Это да 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 Ну и твоя вилка Тоже В общем Не достигнет цели Скорее всего Да Ну это да Это смешно Это такая вот Драка в замедленном действии Иногда во сне Вот так бывает Давайте после заставки Вот у нас есть пауза Да А потом продолжим Селянка Хочешь большой Но чистой любви Да кто же ее не хочет Вы слушаете передачу Формула семьи Телефон прямого эфира 8 800 333 1706 Друзья Звоните нам Пишите Номер прямого эфира Вот диктор сейчас продиктовал Оставляйте сообщение на сайте С помощью вайбера и ватсапа Вот кстати Илья нам в вайбере написал Да Прогресс Да Спасибо Что осваиваете Новые пути Состыковки С нашим Теусом Плюс 7 977 850 0996 Вот он новый путь Так что пишите Друзья И у нас есть еще одно сообщение Нам написал слушатель Пять звезд Подписался так Ну в смысле Пять звездочек Конкретно Оборачиваясь На прожитые годы Вместе Понимаешь Что все кризисные ситуации Это нормальные ситуации Роста семьи Разочаровываешься Ли ты в своей половинке Понимаешь Что он или она Не бог А человек И не принц На белом коне Или дети Болеют Друзья Предают Выбираешь Что важно Не винить друг друга А понимать Что вы рядом И семья Это живой организм И он иногда болеет И хронически тоже Семью надо беречь И бороться за нее Бороться вместе с Богом И с половинкой Надо беречь друг друга И детей Это трудно Но возможно Ну это женское сообщение Да Мне тоже так показалось Когда я это читала Ну мы тут гадаем Предполагаем Ну что делать Нам кроме звездочек Ничего не показали Так легли звезды Нам кажется Что Наше прочтение Сообщения Говорит нам о том Что автор женщина Но в принципе Вы согласны С этой мыслью С этим сообщением Ну мне Оно кажется Конечно согласен Оно мне кажется Даже слишком простым Что это значит Ну Ну Таким стартовым Которое всегда звучит На свадьбах На самом деле Это же так и есть Просто конкретизации Когда ты начинаешь Заниматься конкретизацией Ты понимаешь Что все Действительно Гораздо глубже И сложнее Но я абсолютно согласен С этим сообщением Это действительно так С каждым словом Согласен Просто мы сейчас С вами как раз Идем в детализацию Следующий кризис Друзья Вот Вот вы После медового месяца Не знаю у кого Сколько У меня ушло два года На то Чтобы найти Общий язык Язык устойчивый И система Начала хорошо работать Три Отметили в августе Три года И вот на самом деле Только последний Где-то месяц Я понимаю Что Наконец-то Да Наконец-то Да Эля Это И это Супер И ты Наслаждаешься Этим моментом Нужны были усилия Но то Что происходит Потом Оно стоит Того Чтобы Чтобы К этому Двигаться Потому что Трудно Передать Радость От глубины Совместного Движения Совместного Взаимопонимания Общего Совместных Каких-то Вот Ты чувствовать Начинаешь Друг друга Вот ты чувствуешь Вот это Потрясающая Совершенная вещь Но есть Следующий Этап Он наступает Давайте Расскажите Что меня ждет Давайте Ребенок Понятно Это второй кризис Это второй Нормативный кризис Если идти Такими Очень большими Мазками Это точно В семье В которой Куда И это Не так важно Какой это Ребенок Вы можете Это может быть Ваш ребенок Или усыновленный Это все равно Ситуация Кризиса Иными словами Появление в семье Нового Члена Да Совершенно верно Появление нового члена Это Меняет Всю систему Это должно Заставить ее Перестраиваться То что у вас Работало Сейчас Так работать Просто не может И вам Нужно найти Новые Новые Способы Взаимодействия Добиваться Гомеостатических Положений То есть Восстановлений Каких-то И развития Вот понимаете Вот так Происходит Ребенок Потрясающее Существо Его улыбка Она стоит Многих Бессонных Ночей Это трудно Объяснить Пока ты не держишь На руках Своего ребенка Это невозможно Объяснить Но усилия Стоят Того Эти шаги Эти гримасы Это потрясающее Вот это Чмокающее Мурлыкающее Существо Оно не может Сравниться С животным Не может Оно намного Глубже Попадает В нас И вот это Существо Замечательное Хорошее Оно Заставляет вас Перестраиваться За счет чего Почему так Откуда вдруг Это все появляется Ну Просто очень Вы Выстроили Отношение Внимание Мамы То кого мы Сейчас начинаем Называть мамой Девушки Оно было Сконцентрировано Нераздельно Да Принадлежало Возлюбленному Все время Все внимание Ну как бы Не совсем все Да Нужно Еще на что-то Уделить Но так В рамках Семьи Это вот Естин персонаж Ты готовишь Его любимые Блюда Ты ухаживаешь Там за домом За его вещами В принципе Уделяешь ему Внимание Смотришь с ним Любимые фильмы Появляется ребенок Фильмов нет Блюда Скорее Какие-нибудь Несоленые Пропаренные Потому что Недоделанные Пережаренные Что-нибудь Не так И вообще Иногда Блюда нет Потому что Дорогой Сделай сам У меня сегодня Не хватило сил Времени Не хватило Не Ну на крайне Куча детского питания Есть Да Детское питание Которое я не люблю Ну и что теперь Вот И вот этот вот Возлюбленный Он Вы понимаете Как он начинает Себя ловить На том Что Пардон А как же я И как Карлсон Начинает грустить Я же лучше собаки И вот А тут Какая-то Странная Ситуация Это кризис Кризис Потому что Им теперь Нужно научиться Жить втроем А вот Объясните Сергей Есть такой Миф Не миф Я не знаю Что мужчина Осознает Что он отец Только к Примерно Году Жизни Уже Младенца Женщина Осознает Что она мама Во время беременности То есть К рождению Ребенка Она понимает Что она мама Она понимает Что ее ждет Мужчина не готов В принципе К этому И поэтому Такой кризис И случается Или нет Я бы не назвал Это мифом Я бы просто сказал Что конечно Разные мужчины Но в основном Если брать Среднестатистическую Ситуацию Там по мужчинам Женщинам То это Это действительно Так Потому что Появившаяся Новая жизнь Внутри Женщины Ей осознается Совершенно четко Как нечто Автономное От нее Она уже С этим Живет А мужчина Он конечно Он понимает Но для него Это что-то такое Как В Я не знаю В каком-то Интересном Аттракционе Да Уголок Мягких Игрушек И он Сталкивается С ребенком Да Когда там Тут что-то Стучит по животику Ножка вдруг Вот Выпирает Или локоть Да Это очень забавно Когда Живот Начинает Шевелиться Но По-другому Совершенно Воспринимается Ребенок Когда он Он виден Он совсем По-другому Воспринимается Что ты несешь Ответственность Для него Уже конкретно Вот он Рожден Он тебя на руках Ну Мама-то День и ночь С этим живет Конечно Она уже Перестроилась Внутренне У нее все По-другому А у папы Еще Он догоняет Еще пока Все вот это Догоняет У нас есть сообщение На сайте Пишет нам Ксения Добрый день Подскажите А это нормально Когда кризис В отношениях Еще до брака И вместе не живем В помолвке И что делать Если в церкви Нет консультирования До брака Ксения Ксения Спасибо Что вы нас слушаете Очень хороший вопрос Вопросов несколько Отвечу На первый Нормально Больше того Хорошо Да Потому что Это значит Что вы Пошли на определенную Глубину Отношений Вы стали открываться Поскольку человек Существо Очень загадочное Он не всегда Сам себя понимает И он старается Самое лучшее Показать А уже после свадьбы Все расслабляются Уже как бы Че дергаться Вот тут Пышным цветом Все начинается Это хорошо Этого не надо Бояться Но нужно Научиться Проходить Вторая часть Вашего вопроса А что делать Если в церкви Нет консультирования Первое Приложите усилия Если вы не живете В деревне В какой-нибудь Да Там очень сложно Это осуществить Но даже в небольшом городе Скорее всего Есть Какой-нибудь Консультант Психолог Но вы просто Поузнавайте Не идите Абы к кому Узнайте Способен человек Какие у него Результаты В его работе Поузнавайте В маленьком городе Все будет хорошо Известно Найдите Возможность Вот таких людей Найти Может быть Это просто Хорошая Семейная пара У которой Крепкая семья Они смогут Вам Чаще всего Они смогут Вам просто Подсказать И поддержать И помочь Вот попробуйте Выйти таким образом Из положения Иногда двух минут Хватит Одного взгляда И все перевернуться В душе Вы же знаете Как это бывает Ведь вы знаете Как возникает любовь Вы слушаете Передачу Формула семьи Телефон Прямого эфира 8 800 333 17 06 Да друзья Звоните нам Пишите 8 800 333 17 06 Номер Прямого Эфира Звоните Рассказывайте Свои истории Задавайте вопросы Которые вас интересуют Плюс 7 977 850 099 96 Ватсап Вайбер К вашим услугам И также можете Оставлять сообщения На сайте И с помощью Мобильных приложений У нас есть Довольно большое Сообщение От нашего Слушателя Михаила Добрый день Михаил Значит он пишет Здравствуйте Уважаемые Элина и Сергей Элина Эля Элла Как только Меня не называли Неважно Меня зовут Эльвира Уважаемый Михаил Итак Поехали Вопросы Почему до революции 1917 года Таких кризисов В молодых Христианских Семьях Не было И после Медового месяца Вопрос второй Почему у мусульман До сих пор Таких кризисов Отношений В молодых Семьях Не возникает Третий вопрос Или почему У африканских Негров Молодые Жены С первых Дней брака Заняты Домашним Хозяйством И даже Не думают О несправедливом Отношении мужей К ним И четвертый Вопрос Я потом Их повторю Почему только Европейские И американские Христианки Всех конфессий Пилят мозг В кавычках Тем мужчинам Секунду Закрылось Сообщение Тем мужчинам И жалуются Психологам На подлых Которые сделали Глупость И женились На этих красотках Не все В сообщении Понятно Но основная Мысль ясна Что кризисов Не было раньше Что их нет В исламе Что их нет В Африке И есть только В европейских И американских Христианских Конфессиях Я правильно поняла? Я бы назвал И перефразировал В Европе Ну так Пишет Радиослушатель Я бы сказал Что в американской Европейской культуре Ну Скажем так Во многом Сообщение справедливое И наблюдение правильное Во многом Но не во всем Да Действительно так И мы об этом Много говорили Ответ на вопрос Почему Собственно говоря Прост У нас изменилась Цивилизационная ситуация У нас Культурная ситуация Сильно изменилась За больше Чем сто лет Общество Претерпело Огромные изменения И вот поэтому Мы живем С вами сейчас Уже в той ситуации Какая есть Мы не можем Легко вернуться Назад Можем вернуться Но просто Нелегко Ну давайте Тогда так Сделаем Давайте Сделаем так Мы уберем Всех женщин Отовсюду Просто они Должны сидеть Дома Так же было до революции 1918 года Так было до революции Потому что Они не занимались Общественной Деятельностью Они почти Не занимались Какой-то Работой Они даже Не учились Ведь В конце 19 века Открывающиеся Женские Училища Для великосветских Дам Это было Новшество Ну если Мы готовы Сейчас Повернуть Вот Вспять Историю И готовы Сейчас вернуться Вот к такому Образу жизни Ну тогда У нас Что-то Поменяется Ровно поэтому В мусульманстве Меньше Кризисов Ну скажем так Там не Кризисов Меньше Ровно как И в дореволюционной России Было не меньше Кризисов А меньше Мы об этом Знали Друзья Вот давайте Вот здесь Немножечко Разделим Просто было Понимание Так надо Так должно Быть Так надо Это действительно Так Я не хочу Сказать что Например Подход Так надо Он абсолютно Неприемлемый Я например Не убежден В этом Я уже много Раз говорил Что моя точка Зрения У нас на Чувственность Больше Обращает Внимание Но Какие-то вещи Совершенно Неоправданно Раздуты Они раздуты Та же влюбленность Она перенасытила Уже представление О том Как должно быть Удовольствие Потребление Это все то Что в нашей культуре Просто живет Сидит И не так легко От этого избавиться Потому что Оно Затолкнулось Уже Запихнуто В наше Подсознание Уже не знаю Какой глагол Применить Это все Из-за Такого Сильного Изменения Потому что Эмансипация Изменение Социальной структуры Общества Все это вещи Которые Произошли За последние 120 лет Но Сергей Я вот с одним Не могу согласиться В этом сообщении Что кризисов нет Конечно Они есть Во всех семьях И в африканских И в мусульманских Вопрос Какое к ним отношение И как они позиционируются Ну а что Когда рождается Ребенок Все совсем так же Неужели Женщина У которой Родился Ребенок Она абсолютно Так же Живет И испытывает Ровно те же Она о том же Думает Она У нее столько же Времени Остается На отношения С ее супругом Конечно нет Это же все не так И в этом и состоит Кризис Просто В мусульманской Культуре Этого всего Мы меньше Об этом узнаем Но это точно так же Это общие вещи Они Мало Если где-то Может быть Дети не учатся В африканских Семьях А они сразу Идут работать Там все равно Связано С следующей Третьей кризис О котором хотел сказать Он связан с тем Что ребенок Начинает Социализацию И будь то Социализация Связана с тем Что в дореволюционной России Вот используя Посыл Михаила Ребенок Начинал работать Он начинал работать Там С восьми лет С десяти лет А в нашем случае Он идет в школу Уклад меняется Меняется Перераспределяется Нагружка Изменяются Обязанности Изменяются Те акценты На которые Делается Внимание Которым Уделяется Внимание И это все Заставляет Меняться Систему Поэтому Кризис И то Как раньше Было Оно уже Перестает работать Вот в этом И кризис Но следующий Кризис Если бежать Голопом Поскольку Время заканчивается У нас еще Есть сообщение Я думаю Просто Мы можем Не бежать Голопом А следующий Эфир Еще и Посвятить Кризис Да Можем Посвятить У нас есть Одно сообщение От слушателя Пять звездочек Мне кажется Это в адрес Как раз Михаила было А как же Кризис Авраама И Сары Когда он Вошел К своей Служанке И родился Сын Которого Сама же Сара Не полюбила А выгнала Это семейный Кризис Который Мы разгребаем До сих пор Да Спасибо Семейный Вопрос Так интересно Рассматривается И вы Внимательны Вы находитесь В материале И вот Звездная Наша Слушательница Я все-таки Думаю Что это В женского Пола Спасибо вам Это правда Так А что это Как не кризис А что Происходило В отношениях Сары И Авраама Когда вот Это случилось И что Как все Было непросто Чем Закончилось Это все Это конечно же Кризис Безусловно Это он И есть Просто нельзя Сводить все К психологизмам К тому Что Мы Накручиваемся Но чувства Люди Испытывают Все равно Будь она Мусульманка Будь она Христианка Или она Буддистка Или она Африка Неважно Она все равно Испытывает чувства Чувства Ревности Чувства Может быть Зависти С ними Справляться Надо Чувства Неудовлетворенности Недовольства Это все Сопровождает Любой кризис Вот Михаил Настаивает Что Хорошо Пусть все Испытывают Михаил Настаивает Что Именно Пилят Мозг Только Европейские Американские Христианки Всех Конфессий Я процитировала Да А еврейские Женщины Мозг не Пилят А мусульманки Тоже не Пилят Вообще Не пилят Да То есть Все зависит От того Как От живут Что вы Думаете По этому поводу Вы Почитайте Библию Почитайте Как Изавель Пилила Мозг И не только Мозг Она пилила Людей Там Совершенно Конкретно Это все Происходило Неужели Вы думаете Если вы Почитаете Греческую Литературу Почитайте Ее Вы Ну да Она европейская Но она Не христианская Почитайте Эту языческую Литературу Там Пропиление Столько Всего Что Мама Дорогая Это Просто Там Там Оно Бесконечное Там Бесконечное Все Это Там Бесконечный То есть Непрекращающийся Кризис А мы Говорим О том Чтобы Не просто Знать Про Кризисы А мы Говорим О них Для того Чтобы Как-то С ними Справляться Но Без них Прожить Не Получится Вот Эта Тема Нормативных Кризисов Она Важна Для понимания Того Что Не Может Человек Прожить Просто Знаете Вот Как бы Вот Совершенно Ровный Только Вперед И Вверх Это Это Сказка Мне Очень Нравится Вот Эта Фраза Которую Говорят Себе Друг Другу Молодые Вот В начале Пути У нас То Все Будет По Другому Будет Да Мы Все Это Видели Нет Ни Одной Семьи Которая Бо Так Не Думала По Другому Не Может Быть Чтобы Вот Это Значит Они Они Ненормальные Они Должны Так Думать Что У нас Будет По Другому У них Действительно Будет По Другому Просто Весь Вопрос Они Захотят Учесть Но Всем Кажется Что Вот Этой Проблемы У нас Не Станет Вот Из Этой Ситуации Мы Даже Выбираться Не Будем Потому Что Она Вообще Никак Не Коснется А Вот Это Вот Друзья Бабушка Скала Надвое Может Не Коснется Но Нормативные Кризисы Будут У Всех У Всех Друзья И Перестройка Вашей Семьи Ваших Собственных Эмоциональных Ресурсов Ваших Временных Ресурсов Она Должна Будет Происходить И Когда У вас Появляется В семье Что Это То Что Просто У нас Не Будет Это Следующий Кризис Четвертый Но Подросток Он Будет Взрывать Ваши Представления О Вас Самих И Вот Тут Держитесь Пристегивайтесь Ремнями Запасайтесь Терпением Пейте Витамины Друзья Но Вы Увидите Все Что Есть Внутри Вас Вы Увидите Сколько Вас Любви Сколько Всего Остального Потому Что Он Настолько Сильно Будет Провоцировать Даже Не Желая Того Не Желая Он Не Хочет Чтобы Вам Было Плохо Но На самом деле Он Почему То В большинстве Случаев Не Может По Другому Он Границы Очерчивает Он Пространство Жизненное Себе Пробивает Для Него Это Вход В Жизнь Это Становление Личности Все Правильно Он Становиться Будет На Свои Копыта За Счет Вас За Счет Собственного Родителя Одного И Другого За Счет Того Что Он Будет Разбегаться И Бодать Вас Вот Это Будет Кризисом И Что Вы Думаете Этого Нет В Мусульманских Семьях Неужели Вы Считаете Что Этого Нет В Семьях Еврейских Или Это Отсутствует В Других Культурах Ну Конечно же Нет По Другому Проявляется Правда Это Так На Востоке На Кавказе Отношение К Старшим Оно Воспитано По Другому В людях Это Облегчает Прохождение Но Кризис Все равно Есть Но Отношение Все равно Меняется Но Много Все Много Из того Что Было Оно Просто Ставится С ног На Голову Друзья Наш Эфир Подходит Концу Мы Сегодня Успели Разобрать Четыре Из шести Кризисов Продолжим В следующий Четверг Правильно Да Продолжим Спасибо Друзья Что были С нами Под конец Эфира Просто Хочу Вам Напомнить Что Радио Теус Это станция Которая Существует На пожертвование И Если Вы Хотите Нас Поддержать Отправьте СМС На Номер 7715 Очень Короткий Номер И Такой Короткий Текст Теус Пробел И сумма Которую Вы Хотите Пожертвовать На Работу Нашей Станции Не Забудьте Подтвердить Платеж В ответ Нам СМС Любой Ваш Вклад Очень Ценен Для Нас Спасибо Что Были С нами С вами Услышимся Уже Завтра До свидания Всего Доброго Хитростями Домагнетизмом Счастья Любви Не Добьешься Ну Тогда Скажите Как Достичь Его Наши Эксперты Знания Знания